Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу красивый способ делать отличные персонализированные значки для ваших видео без использования Photoshop и любых каких-либо трудных продвинутых графических редакторов. Все, что нам потребуется, пакет Microsoft Office, включающий в себя программу PowerPoint. Итак, я открыл программу PowerPoint, это версия 2013, и я выбираю пустую презентацию в белом оформлении. Примечательно то, что по умолчанию вот этот вот слайд, который сформирован в данной презентации, уже имеет разрешение 1280 на 720, то бишь идеально подходит для создания персонализированного значка для ваших видео. Дальше что мы делаем? Дальше я уберу элементы заголовка и подзаголовка, они нам не потребуются. И теперь можно приступать к созданию любых фигур, текстов и изображений на данном слайде. Вы можете работать обычным образом в PowerPoint, а затем просто сохранить этот слайд в виде картинки. К примеру, я хочу разместить на слайде логотип YouTube, я его помещаю, масштабирую как мне требуется, размещаю здесь. Также хочу обратить ваше внимание, что текст должен быть с размером шрифта, ну не меньше 50, вот шрифт текста. Давайте, к примеру, добавим текст, даже не просто текст, а объект WordArt. Я выбираю, ну скажем, вот такое оформление. Этот шрифт на данный момент маловат и в миниатюре изображения он будет мелковат, поэтому переходим на главную. Выбираем размер, ну скажем, 72, такой текст уже будет читаться нормально. Можете видеть, что в PowerPoint есть довольно мощный инструмент выравнивания элементов относительно друг друга. Все очень удобно. Дальше давайте добавим сюда еще какой-нибудь медиа элемент. Вот, например, я хочу поставить сюда фотографию. И, к примеру, мне на этой фотографии, ну не нужен задний фон, он будет только мешать. Я хочу оставить фото сотрудника YouTube, который здесь изображен. И, к примеру, белый фон с надписью YouTube Partners Metap. Давайте это сделаем. Фон можно удалить очень неплохо, но, конечно, везде есть свои пределы по отсечению основной картинки от фона. Для этого смотрим слева. Кнопка «Удалить фон». Нажимаем на нее. Теперь надо понять, какие объекты нужно выбирать. Нужно вот этой вот рамкой максимально ограничить интересующий нас объект. Давайте так и сделаем. Сейчас мы его выберем. То, что имеет цвет, то не будет удалено. А все, что в таком фиолетовом оттенке, то будет удалено. Теперь есть инструменты коррекции удаления. То есть пометить области для удаления. Это если что-то нужное остается на картинке, его нужно стереть. И пометить области для сохранения. Так, нам нужно сохранить голову его. Поэтому мы вот таким вот образом помечаем. Система автоматом просчитывает область, которую мы хотим сохранить. Дальше, к примеру, я хочу сохранить края вот этой доски. И хочу сохранить металлическую конструкцию, на которой висит белый фон. Поэтому я ее вот так отмечаю. Так. Вот так. Теперь спускаемся вниз. Таким же образом. Слева давайте чуть-чуть тоже увеличим эту область. Нет, это уже лишнее. Ctrl Z, чтобы отменить. К примеру, все. Дальше нажимаем на кнопку «Сохранить изменения». И вот мы видим, что в принципе фон удалился. Теперь давайте немножко отмасштабируем картинку, сделаем ее чуть поменьше. И чтобы она не была такой грубой, применим к ней эффекты, которые перечислены здесь. К примеру, какие эффекты могут показаться интересными. Оставим как есть. Понятно, что здесь все очень грубо, и фотография была очень некачественная. Если вы возьмете более хороший, более качественный снимок, то все получится намного лучше. Давайте, к примеру, еще попробуем удалить оставшийся фон, который нам не нужен. Вот таким образом оставим просто одного человека в кадре. Так, вот таким образом оставим, оно смотреться будет получше. И теперь еще надо стереть то, что нам мешает. Для этого надо пометить, удалить пометки. Вот таким образом мы их удаляем. Вот так и вот так. И сохраняем изменения. Все, у нас фактически остался один только человек. Его мы уже можем масштабировать, как нам больше нравится. Помним, что правый нижний угол в YouTube в миниатюре занимает также вот примерно вот на таком масштабе в миниатюре. Это будет время, продолжительность видеоролика. Поэтому справа внизу ничего особо не располагаем. Дальше можно добавить еще какое-нибудь изображение сюда. К примеру, вот такое. Чуть-чуть его смасштабировать. Дальше, если нам нужно, чтобы порядок изображений был иной, для этого используется группировка на передний, на задний план. Нажимаем правой кнопкой на изображении и выбираем на задний план. Теперь картинка сзади. Еще чуть ее уменьшаем. К примеру, вот таким образом. Опускаем вниз. Если нам нужно обрезать картинку, щенкаем по ней дважды. Левой кнопкой. И справа выбираем обрезку. Обрезается она только по линейным размерностям. То бишь, вот так можно ее обрезать чуть-чуть. Еще сверху. И, к примеру, с боков. Все, теперь отчемкиваемся на свободном месте. Картинка обрезана. Опускаем, как нам нужно. Перемещаем текст. И выравниваем его. К примеру, вот так создается изображение. Теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно эту картинку сохранить. Для этого нажимаем файл. Сохранить как? Выбираем, куда нам ее сохранить. Здесь даем ей правильное человеческое название. И выбираем правильный формат. Формат рекомендую выбирать Portable Network Graphics PNG или JPEG. Вот они по соседству расположены. Я предпочитаю в PNG сохранить. И нажимаю на кнопку сохранить. Дальше, какие слайды? Только этот. Все, картинка сохранена. И теперь она отображается в нашей папке. Вот так вот она, собственно, выглядит. И ее можно использовать как миниатюру для вашего изображения. Вы можете добавлять туда любые абсолютно элементы, не ограничиваясь только тем, что мы перечислили. Можете создавать произвольный дизайн. К примеру, не белый фон. Выбрать какой-нибудь другой фон, другое оформление. Все, что угодно можете делать. И получать таким образом красивые персонализированные значки для всех ваших видео. Можете разработать единый стиль для каждого плейлиста. И таким образом ваши видео будут более наглядными и более узнаваемыми и удобными для навигации. Спасибо за внимание. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь сейчас. Будет много полезной информации. С вами Бонг Денис, канал Коно Ден. Спасибо за просмотр. Всем пока.